Я приветствую всех наших радиослушателей. Вы слушаете радио Латвакан. В эфире работает сегодня Лена Хачатарян и у нас в гостях профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, исторический социолог Георгий Дерлугян. Здравствуйте, господин Дерлугян. Спасибо, что приняли наше приглашение. Господин Дерлугян, хотелось бы поговорить вообще о государствах и государстве как таковом, потому что смотрите, в Армении, особенно после войны, очень часто можно слышать обсуждения о том, в какую сторону теперь должно развиваться государство. Но мне кажется, что вот в Армении очень часто, говоря слово государство, люди подразумевают совершенно разные вещи. Вот для себя лично я как бы смогла определить два понятия государства. Первое тогда государство как какой-то инородный орган, который отличается от общества, и он вне общества, и руководит обществом. И есть такой противоположный дискурс, который рассматривает государство, тоже в принципе отличающиеся от общества, но как некую корпорацию, которой мы платим, и которая исполняет, ну, скажем так, наши договоренности, следит за всем этим. И госслужащие в этом смысле, и даже министры, они в этом смысле мало отличаются от работников сферы услуг, скажем так. Вот эти понятия, они насколько соответствуют реальности и научному пониманию государства? Государство является предметом философских споров, по крайней мере, последние две с половиной тысячи лет, и это то, о чем мы с вами говорить не будем. Если споры продолжаются две с половиной тысячи лет, то, наверное... Значит, что-то пошло не так. Ну, что-то сформулировали слишком красиво и абстрактно. Абстрактно именно. И вы сформулировали только что две абстрактные позиции. Государство – это слуга народа, как сказал бы до недавних пор известный украинский комик. И государство – это хозяин, это паша, или, как говорили во многих бывших османских территориях, говорят «давлети». «Давлети» – вот, и по-русски хорошо это звучит, «давлеет над нами эта власть». Вот где-то. Деспотизм, который всех заставляет нагибаться. Давайте попробуем разобраться с точки зрения того, что я знаю. Я знаю действительно напрямую, потому что последние 30-40 лет именно изучением исторической эволюции государственной власти занимались такие люди, как, скажем, Майкл Манн, Рэндалл Коллинз, Ричард Лахманн. Ну, это мои учителя или друзья. То есть я непосредственное поколение стою за ними. Поэтому, скажем так, о чем речь не пойдет здесь? Может быть, многие этого ожидают. О Платоне и Аристотеле. О Конфуции. Это все о государствах древности, и это нормативные представления. Раннее новое время, скажем, мы не будем говорить об Эммануиле Канте и о Гегеле. И, наверное, даже о Максе Вебере. Потому что все это о том, как должно быть устроено в идеале. Особенно и конфуцианская, и древнегреческая философия – это о том, как в идеале, как в утопии. Утопия – место, которое не существует. Как должно бы быть? Должны править умные философы на троне. Кто-то должен подчиняться, потому что они понимают, что это в их же собственных интересах или для общего блага и так далее. Надо еще также понимать, что часто бы как-то забыла, в разных полушариях мозга, что когда Карл Маркс еще, да, в общем, даже Макс Вебер, писали свои классические работы, клинопись древней Мессопотамской еще не была расшифрована, и ее только начали выкапывать. Еще очень мало чего знали. На самом деле знали о древнем мире в основном из Библии, из ее толкований. Что мы теперь знаем? Государство, очень простое там определение, это машина управления. Всего там, это машина управления. Люди создают машины и механизмы с давних времен, потому что, скажем, там, где у нас не хватает силы руки, мы создаем рычаг или какой-то подъемный кран, в конце концов. Там, где мы не можем бежать за антилопой, охотники, например, они создают лук и стрелы, или потом мы изобретаем колесо. Машина управления, которая за пределами личного знания дает приказы и наблюдает за их исполнением. Поэтому выражение ока государева, это глаза и уши государя или государства, можно воспринимать вполне буквально. То есть, это люди, которые слушают или подслушивают, смотрящие или приглядывающие там, где самый большой начальник увидеть не может. Государство не имело смысла, пока первобытные люди жили небольшими группами. Ну, кто-нибудь хочет давать приказы? Ну, в крайнем случае, часть людей могла бы сняться с места и уйти в другой лес. Вот, потому что его хватало тогда еще. Потом слушались более-менее потому, что кто был старшим, тот, кто старше по возрасту. Вот, это был дедушка, может быть, бабушка. Вот, это было с каких-то очень давних времен. А государство начинается там, где есть возможность, появляется возможность у людей отобрать часть того, что вообще-то им дорого. Например, отобрать их еду или, может быть, отобрать их сына и отправить куда-нибудь воевать. Отобрать, может быть, у них лошадь и сказать, что, извини, твоя лошадь требуется для перевозки каких-то государственных грузов, или ты сам пойдешь завтра вот строить пирамиду. Подожди, вот ты три месяца отработаешь на стройке пирамиды, потом мы тебя отпустим. Ты поработаешь у себя дома в поле, вот, а потом придешь опять на три месяца строить пирамиду. Да, вот, государство выглядит так. Когда это появляется, ну, вот такая история, которая сейчас достаточно хорошо документирована древними клинописными источниками. Где-то в 23-м или 24-м веке до нашей эры царь Саргон возникает. Тот самый царь Саргон чул золотую маску на этикетке вина Инживанского винзавода. Вот, вам показывают, значит, Саргон означает царь законный, что содержит в себе намек на то, что, конечно, он был незаконный. Вот, захватил власть. Захватил он власть, судя по... Ну, дальше он, конечно, хвастался, какой он был великий, но из его проговорок, или то, о чем не хотят говорить его писцы, можно заключить, что, видимо, там был какой-то голод, засуха, во время которого, который он сумел, будучи одним из сотрудников жреца своего города в древней Месопотамии, захватил склад с продовольствием. Зерно где-то там было. И вместо того, чтобы это зерно раздавать голодающим, он призвал мужчин с оружием, сказал, буду кормить отлично всех, будем воевать, говорят, завоюем еще соседний город, вот сейчас ограбим свой собственный город, потом завоюем соседний. Там порядка сорока городов этой Месопотамии оказалось, они завоевывали примерно раз в месяц по новому городу, грабили, съедали все, что могли. А как вы себе представляете древние войны? Большинство древних войн, все эти Гайи, Юлии, Цезарь, Чингисханы, и, боюсь сказать вслух, но и Тигран Великий. В общем-то, почти все они подпадают под современные статьи о грабеже, поджоге, незаконном захвате в заложнике, заговоре. И вот они захватывали все новые города, и в конце концов доросли до такого размера, что никто им не мог сопротивляться, потому что армия царя Саргона, и он с гордостью об этом сообщает в своей надписи, 4200 мужчин каждый день ели свой хлеб, ну, хацутэнг, то есть ели в его присутствии. Казалось бы, не такая уж большая армия, но подумайте, 4000 человек, вот пригласите, скажем, на свадьбу, день за днем. Каждый день. И надо бы уже хорошо, надо бы держать тетрадку. И, кстати, вы знаете, что на Кавказе, в тех селах, где принято приглашать сотню людей на свадьбу или на поминки, нередко держат тетрадку, в которую записывают все-таки, кто приходил, потому что надо же отдариваться, надо... И вот возникают эти самые новые бюрократы, люди, которые записывают в таблички глиняные. И как вы, наверное, если вы бывали в музее Эребуни, скажем, вас не озадачивает то, что там надписи всех этих царей Аргишти, или Русы какой-нибудь, я засыпал столько-то зерна. Вот. Они вообще-то все странные, честно говоря. Нет, чтобы сказать, что я такую-то, не знаю, философскую концепцию, или я, в общем, я очень хороший. Нет, я засыпал столько-то зерна, потому что это сколько я, во-первых, смог собрать, люди отдали. А во-вторых, это сколько я смогу воинов прокормить, и какие я, значит, устрою для них банкеты. Но для чего ты это записываешь? Чем они отдарят тебе? Они пойдут воевать дальше. И ты очень хочешь знать, где будут их дети, где внуки. Потому что со временем, если ты хочешь умереть более-менее на своей кровати, чтобы тебя, как очень многих царей прошлого, чтобы тебя не прикончили во сне, и как у них там дубинкой по голове, кинжалом в спину, то надо бы записывать, кто где находится. Надо записывать, у кого какие с тобой отношения, и, собственно, этим полны древние записи. Вот это и есть государство. Машина управления. Ты рассылаешь по гарнизонам своих воинов. Эти воины занимаются там самоснабжением, чтобы они не ограбили население совсем, потому что они как саранчане могут все сожрать. А кто тебе будет платить? Это все сводится к довольно простым теоремам, которые изучают, скажем, теории рационального выбора в экономике, в политологии. То есть ты позволишь им собрать все, что они могут собрать, что останется тебе как правителю. А если не позволишь им собирать ничего, то зачем они будут тебе служить? Вот эти дилеммы и составляют проблему ранних государств, почему они рушатся время от времени. Почему в Римской империи горько шутили? Бедный наместник приехал в богатую провинцию, через три года богатый наместник уехал из бедной провинции. Приехал, ограбил. Надо регулировать постоянно все это. Потому что иначе люди могут разбежаться, могут умереть с голоду, а могут поднять восстание. И вот восстание это то, что формирует государственную власть. Потому что если это машина, то по сей день и сегодня. Что такое демократия? Это борьба за контроль, за управление над машиной. Как по-английски шутят, это для генерального блага общества, или это для блага генерала, который управляет этим обществом. На кого работаем? На ту семью? Это одна будет семья, и мы знаем, как их зовут на самом верху? Или это будет, например, хотя бы 150 семей? И вот средневековая Англия, родина, казалось бы, парламентских традиций, магна карта, великая картия вольности. Откуда она берется? Королю в очередную войну надо было выступить со своими, как собирали войска, со своими рыцарями. Ну, рыцарь, кто не услышал, кто притворился, что он очень больной. Ну, вспомните, кстати, Одиссей в начале Илиады, да? Притворился сумасшедшим, вообще не понимает, о чем они говорят, поехали там на Трою все вместе, говорят, да, ребята, я тут в поле пошу, как бы. И король был вынужден с ними договариваться. Хорошо, вы выходите, но за то, что вы выходите на войну со мной, я обещаю, вот, там, без суда ни с кем не расправляться, я обещаю определенные гарантии даю, пока только тем, кто воюет за тебя. Поэтому парадокс формирования государства в том, что в очень значительной степени все зависит от войны, потому что это важнейшее занятие государства. В принципе, государство появляется, древнее государство и средневековое. Это боевая машина. Я хотела спросить, вот, древнее государство, вот та система, которую вы описываете, она очень напоминает банды. Это нормальная ассоциация у меня? Это не просто нормальная ассоциация, а большое спасибо Чарльз Тилли. Один из классиков нашей современной государственной теории. в 1985 году опубликовал статью под названием «Образование государства как форма организованной преступности». Или «Война как форма организованной преступности». И термин, который первоначально использовал, был довольно грубый. Вот между собой мы его наскали. Это рекетирская теория образования государства. Более такой научный термин – это военно-фискальная теория. Фискальная, то есть, это, что идет в бюджет. У государств до очень недавнего времени, насколько недавнего, примерно 200-250 лет назад, вот предыдущие 4-5 тысяч лет у государств всех было вообще-то два министерства. Министерства войны и Министерства налогов. Что война, значит, а мы захватываем кого-то, и они будут нам платить. Значит, в чем тут рекетирство? Можно захватить, ну, как викинги какие-нибудь, как монголы захватывали, можно захватить и всех убить. И все съесть. Все съесть, разграбить, сжечь. На следующий год вы окажетесь посреди разграбленной пустыни. А можно было захватить и поставить каких-то местных правителей, договориться с ними, сказать, что жить будете, будешь собирать налоги, и каждый год будешь вот столько поставлять нам. Это разница такая же, как охота и содержание скота дома. То есть, кто-то приручал Гордон Чайлд, великий археолог австралийский, когда-то в 1930-е годы сказал, кто-то приручал домашних животных в древности, а кто-то приручал людей, которые будут на тебя работать. Когда вы видите кнут какой-нибудь, это уже и для управления животными, и для наказания людей. Когда вы видите оружие с лезвием, ну, меч какой-нибудь, меч не подходит, чтобы рубить дрова. Он только для того, чтобы рубить головы людей. Это для угрозы. Вот либо мы отрубим голову, значит, либо там 10%, либо половину всего, как уже договаривались в разных цивилизациях, в зависимости от того, сколько эти крестьяне могли вырастить. Вот мы у вас берем эту часть. Это называется налогами. Из налогов собирается то, чем вы потом платите своим воинам, и эти воины создают вам репутацию. Ну, такой пример, например. Османская империя, как функционировала, когда уже захватили турки, захватили Константинополь, это уже Стамбул, каждый год в апреле все помещики, то есть люди помещенные куда-то, то есть им давали деревню, вот тебе греческая деревня, вот тебе в Сирии деревня. Эта деревня должна, обязана скинуться, дать тебе коня, то есть ты их, тимариот это называется, ты их правитель. И вот ты на этом коне со своим оружием обязан явиться в Стамбул к апрелю месяцу. И, ну, все-таки кто-то в один день, кто-то в другой. В общем, в течение апреля они там кучкуются на каких-то полях, лужайках вокруг города, их кормят, их кормят шикарно, их кормят лучшие повара султана. Поэтому потом это так распространяется еще и цивилизация. Потом они возвращаются в свою деревню и говорят, вот меня кормили там таким рахатлукумом, вот чтобы мне сделали вот такой же. Или мне там такую песню спели, мне там, там нам исполняли такой концерт был, в общем. В какой-то момент выходил султан и говорил, а, все, значит, аплодируют. Ребята, пируйте, молодцы, но я помню, ты хорошо воевал в прошлом году, твой дед воевал с моим дедом, вот тебе кошелек с золотом, вот тебе, вот раздавал какие-то подарки. И потом наступал самый главный момент, когда султан вставал в стремя своего боевого коня, все ждали. И он достает саблю и говорит, куда пойдем. Каждый год надо было куда-то ходить. Почему? Потому что иначе эти разбегутся. Пропусти год и начнут забывать своего хозяина. Каждый год надо было куда-то ходить, но не больше, чем на два месяца, ну, три месяца от силы в одну сторону. То есть, примерно пешком можно было из Стамбула дойти до Вены или максимум до Багдада или Табриза. Почему? Потому что туда идете, значит, весь май, июнь, половину июля. Потом, значит, к концу того времени, когда вы туда дошли, и вы уже все больные какими-нибудь кишечными, извините, заболеваниями, потому что вы пьете каждый вечер из одного ручья со своими лошадьми и шаками и верблюдами. Вот, вы уже добрались, значит, там, издыхающих, жара, все, и, наконец, надо построиться, выйти на бой, показать другой стороне, какие мы крутые, а потом быстро надо собираться домой, потому что, упаси Боже, в ноябре пойдет снег где-нибудь в горах, и ты уже не долезешь, значит, до своей деревни. А в апреле следующего года опять все по-новой. Вот функционировали как эти государства. Были ли у них какие-то общественные блага? Максимум то, что мы вас, наших крестьян, наших ремесленников, защищаем от грабителей, потому что вы платите нам. Это рэкет. Ну да. И, в общем-то, многие люди были почти счастливы от такой жизни. Опять же, пример из реальной истории. В 1514 году в город Басру, в Ираке, в Нижнем Месопотаве, на лодках спускаются несколько сотен янычар, турецкая новая эта пехота, которые, скорее всего, были откуда-то из Салоник, в общем, из Греции ребят перегнали туда. Базар был практически заброшен, потому что все, кто приходили на этот базар торговать, очень рисковали, что кто-нибудь, там было три местных арабских шейхов в пустыне, значит, этот или тот. И каждый из них грабил караваны, потому что с чего они еще жили. Или ты заплатил одному из них, другой из тебя брал в два раза больше. Говорит, зачем ты заплатил тому негодяю? Ты мне должен был платить. В общем, ты виноват, плати еще в два раза больше. Что сделали янычары? Поймали всех трех шейхов и за уши прибили их гвоздями к дверям базара. Не убили, но прибили унизительно, больно. Трое суток шейхи стояли около дверей этого базара, цены упали. Все теперь знали, значит, кому надо платить в казну. Вот, вот как работал этот весь ракет. Встает вопрос следующий, который вы правильно совершенно задали. А с каких пор появляется что-то вообще хорошее от государства? И, скажем, если бы вы сказали тому же султану или королю Людовику XIV, еще что-то, министерство экологии? Он бы вообще не понял. Это причем или там министерство по делам молодежи или образование, здравоохранение. Ну, образование, для этого у нас священники есть. Здравоохранение это от Бога. Это, наверное, уже когда началась модернизация и оружие поменялось, да? В значительной степени зависит, конечно, от массовости оружия. и от того, как меняется политэкономия вокруг этого оружия. Понимаете, в какой-то момент везде появились, ну, в Евразии, от Китая пошло огнестрельное оружие, появились пушки и ружья. Но в Европе эти пушки и ружья, ко всему прочему, научились поставить на океанские корабли. Скажем, все-таки китайцы с пушками не приплывали в Европу, а вот европейцы приплывали в Китай. Потому что это про модернизацию когда-нибудь можем поговорить. Любимый рассказ 10 простых выдающихся изобретений, до которых древние римляне не додумались. Например, бочка. Вы никогда не думали, что там амфора, это очень красиво, это можно изображать. Как это транспортировать, как это перекатывать, это легко бьется. А вот бочка, ее можно вообще в море сбрасывать, но самое главное, что бочка не только плавает и катится. Бочка строится по тому же принципу, как корпус океанского корабля. Как, ламинат строится, вот этот паркетный стык, вот один, как говорят, мама-папа на простом языке. Вот этот стык делался для бочки, чтобы она не пропускала воду. Вот этот же стык позволяет вам создать корабль. А теперь подумайте, такая, значит, история 1670-е где-то годы. Король Людовик XIV вызывает своего министра финансов, как я сказал, у них практически два министерства, войны и финансов, потому что надо финансировать войну и королевский двор. Министр финансов, значит, Кольбер, знаменитый, ну, королю полагается отвечать очень вежливо, и он говорит, ваше величество, у вас выдающийся флот, у вас почти тысяча военных кораблей, правда, у Голландии 17 тысяч. Как это? Голландия вот такая, какие ресурсы в Голландии, на болоте живут, что там? Потому что голландцы додумались до биржи, они додумались до того, как корабли делать из заранее заготовленных одинаковых деревяшек, по-голландски, кстати, доска будет называться планка, в русский язык так и вошло, кстати, штаны матроса, слово матрос голландское, штаны на матросе называются по-голландски брюки, вот, ну, а кухня, в которой они готовят еду, себя называется камбус, вы много чего узнаете, не зря Петр Первый ходил пешком в Амстердам, так вот, голландцы додумались сделать корабли поточным методам, очень быстро, вот отсюда Икея, значит, древесину им заготавливали в Швеции и Финляндии, заранее, к определенному размеру, все это, вот это называется рациональность современного поведения, и как они это финансировали, мой любимый фильм о раннем капитализме, не о искусстве, девушка с жемчужной сережкой, о художнике Вермеере, потому что там очень хорошо показана как бы эта денежная сторона искусства, а кто платил вдруг за всех этих Рембрандтов, Рубенцев, Вермееров, никогда не думали, вдруг такой взрыв вообще искусства, и дорогого искусства, красивого, кто эта девушка, она видимо служанка в доме Вермеера, очень скромная девушка, она там, чтобы подзаработать, пока не выйдет замуж, вот что очень важно, а выйти она мечтает, ну она служанка, слушайте, из простой семьи, она мечтает выйти за ученика-мясника, вот мы с ним разбогатеем, дети у нас пойдут, дом будет, значит, он станет мясником, лавку свою откроет, и я принесу хорошее преданное, она получает свое жалование и вкладывает его в акции, потому что уже есть биржа, она ждет, что акции будут расти, вот я сэкономлю, я вложу все это вот в эти корабли, на эти корабли кто-то поставит, умные дяди поставят пушки, это пойдет вокруг света, это соберет товары, привезет куда-то в Голландию, и мне выплатят дивиденды, в конце концов, это замечательная история, которую, если хотите, послушайте лекции Павла Юрьевича Уварова, Павла Юрьевича Уваров, ну, помните, Уваров, как граф Уваров, российский, самодержавие, православие, народность, о роскоши феодализмом, в Ютубе, найдите, история такая, тоже показательная, я вместо теории рассказываю все это на историях, вы уже поняли, я все время преподаю младшим курсом, теорию, которую нельзя растолковать студенту второго курса, неправильная теория, так мы считаем, она не должна быть слишком сложной, значит, так, султан, ну, Мурат какой-нибудь, турецкий султан, он повоевал уже, в общем, со всеми, ему расширяться, как, кстати, Древней Римской империи, почти уже некуда, потому что на юге уже Сахара, то есть Египет, Алжир, Ливия, Йемен, он все это контролирует уже, значит, на востоке довольно далеко до них идти, но там персы, кстати, вот это и беда Армении, потому что дойти до персов можно по Араратской долине, и вот то одни, то другие ходят, то Шахаббас с одной, на севере, значит, ну, и так Крым уже его, а дальше все замерзает в ноябре, там, представляете, какой климат, и что остается? Запад, а на Западе христиане, и вот я самый выдающийся воин ислама, а самый выдающийся, значит, воин христиан, это, наверное, император Священной Римской империи, там, или Испании, вот, давайте как чемпионат мира устроим, вот будет финал чемпионата мира, я сейчас приду с нашей исламской армией, а ты приходи со своей католической армией, и сейчас посмотрим, шел, шел, собрал, как я вам описываю, эту армию, и по дороге ему говорят, что, знаете, говорит, а католики не придут, христиане не придут, говорит, как не придут, а ему купцы не дали займа, он говорит, что это за правитель, у меня, извини, купцы, мои банкиры, они на животе приползут и скажут, хозяин, возьми деньги, умоляем, пожалуйста, а этот ждет, когда ему одобрят кредит в банке, с этим человеком вообще не подобает драться, так вот, вспомните, что король Англии, Карл I в 1648 году был схвачен по приказу парламента Англии и ему отрубили голову, за что? За перерасход бюджета, вспомните даже, король Франции, Людовик XVI, был схвачен по приговору французского, ну, конвента там, революционного парламента, ему отрубили голову на гильотине, в общем-то, за перерасходование бюджета. В какой момент происходит вот этот переход от самодержавия к тому, что парламент решает, что тебя нужно схватить? То есть, что становится вот этим? В Европе мы это называем генезис капитализма, либо коммерческая революция, вот то, что я вам объяснил на примере Голландии. Да, да. Да, потому что, как финансировал свои усилия, даже султан, огромная империя. Вот я это привожу всегда, потому что я преподаю в основном арабским студентам. Говорю, давайте посмотрим, в Европе сколько много разных государств. И они постоянно между собой воюют. Там же католики, протестанты. А вот на Ближнем Востоке, извините, слава богу, одна Османская империя, у нее бывали периоды мира по 200 лет. Внутреннего мира, когда, если они сами себя не грабили, то эта власть, как я вам только что вот описал в Басре, наводила порядок. Жесткой рукой. Вроде бы все здорово, но она себя могла профинансировать только из тех налогов, которые можно собрать с этих людей. Эти налоги, в общем, они зависели от того, сколько у вас людей и какая погода. Экономика, как только начала расти, я правильно понимаю? Экономика начала расти на Западе. Да, да, да. Потому что открыли Америку, потому что начали плавать вокруг всего мира, потому что, ну, еще один такой, значит, пример. Наверное, многие люди видели турецкую кафельную плитку, она такая красивенькая, ее продают как сувениры, турецкие тарелки традиционные, на которых тюльпаны изображены, из Кутахи, из Изника. Этого производства было когда-то очень много, мы говорим про 1500-е годы, потому что строили мечети, строили бани, караван-сараи, это все украшали такой красивой плиткой, люди покупали хорошую посуду, а потом все это заглохло. Причем, во времена еще Шекспира, 1600 какие-то годы. Что произошло? Вот, очень хороший вопрос. Долго, понимаете, не могли разобраться, потому что никто не спрашивал толком этот, не задавал вопрос. Для археологов раскапывать 17-й век, это унизительно, в нашей эре, это 300 лет назад, да? А в турецких источниках никто ничего не написал нам. Ну, по крайней мере, мы не нашли ничего, чтобы кто-нибудь, ну, не было там газеты Financial Times, османский бизнес, там, вот, такого журнала не было, чтобы нам описать, что происходит. Ну, в общем-то, удалось собрать кое-какие осколки буквально битой посуды. Значит, что хорошо с посудой? Когда она разбилась, она уже навсегда. Музей Параджанова, вы посмотрите, там, сколько битой посуды, из которой Сергей Параджанов сделал замечательные инсталляции. Вот этой битой посуды на Ближнем Востоке много, и вдруг, что мы видим? До примерно 1610-го, 20-го года турецкая и персидская посуда, а после китайская и японская. Китайская, как сегодня. Спрашивается, подожди, подожди, а как китайская попала куда-нибудь в Сирию? В Алеппо откуда столько битой, в Стамбуле откуда столько битой китайской посуды? Она чуть-чуть лучше качеством и, несомненно, намного дешевле. На верблюде, извините, по великому шелковому пути сервиз не довезешь. Полтора года на верблюде, болтыхаться через Монголию, через пустыню Гоби, а вот на корабле откуда-нибудь из Кантона, из Гуанчжоу, как сегодня. А кто пригнал корабль? Те же самые голландцы. А почему? А потому что они их уже строили поточным образом. А почему они не боялись? А потому что у них были пушки, если на них нападут кто-то. Вот. Или те же... В общем, что происходило? Они приплывали в Гуанчжоу, оттуда они приплывали на Бахрейн, вокруг Индии. Вот вам армянские купцы Мадраса. Они помогают в этом деле. Из Бахрейна, из Басры, все, ребята, мы на базар прием. Мы с вами не воюем. Турки попробовали, кстати, повоевать с португальцами и с голландцами. Их довольно быстро потопили в Индийском океане. Ну, в общем, все. Остались при своих, чуть-чуть разошлись. В Индии сидят англичане и вот эти, значит, все сволочи голландцы. Португальцы кое-где, ну, Гуа. И они хотят только торговать. Они говорят, мы даже не будем завоевывать ничего. Вот в этом сила капитализма. Вспомните, может быть, кто-то помнит, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии. И там замечательная есть фраза. Тяжелая артиллерия дешевых, массово производимых индустриальных товаров, которые сокрушают любые стены. Вот тяжелая артиллерия дешевых товаров. Затопили вот эти, причем даже не своей еще, китайской. Потом свою построят Майсенский фарфор, этот Веджвудский, Северский. Потом европейцы все это тоже сделают. И так они завоевывают весь мир. Но европейские правители, понимая силу своих купцов, вынуждены были с ними договариваться. А вот договариваться с ними через парламент. Сейчас я вам очень быстро объясню, откуда демократия. Потому что сначала парламент говорит, ваше величество, при всем глубоком к вам почтении, хотелось бы понять, куда пойдут деньги. Мы платим много. Лондонский сити, амстердамские купцы. Голландия стала одной из первых республик. Очень смешным образом. Потому что в Голландии, вспомните, Тиль, Уллиншпигель, Шарля де Костера, знаменитый, один из лучших романов в истории. Когда-то Нидерланды, Бельгия, все это входило в одну единую Испанскую империю. А Испанская империя, это Габсбурги, которые при этом, не спрашивайте, как это получилось, они там женились очень удачно. В общем, Габсбурги вообще-то из Австрии, но они унаследовали престол Испании, потому что у Фердинанда и Изабелла там не было детей, но Фердинанд и Изабелла послали Колумба открывать Америку. И у них было очень много золота, вспомните, все эти инки, ацтеки, сколько испанцы награбили, все эти конкистадоры, класс, все. Оказывается, когда у вас очень много золота и серебра, во-первых, у вас перестает работать промышленность, сегодня это касается нефтяных стран очень часто. А зачем? Ну да. Вы богаты. Ресурсы и так. Ресурсы вот идут. А во-вторых, этого никогда не бывает достаточно. Сколько бы не было денег, этих шальных больших денег, всегда надо еще. И вот король Испании пытается занять, помните историю с турецким султаном, пытается занять в очередной раз у голландских купцов. У вас же много денег. Когда они увидели, что в очередной раз король не платит по процентам, а король говорил, подождите, знаете, мне только что вот здесь инквизиция, церковная инквизиция, объяснила, что проценты взимать, это безбожное дело. Это вообще не по-христиански. Так что я вам, может быть, верну когда-нибудь, но без процентов. В следующий раз, что говорят, грубо, я-то спрямляю всю эту теорию, что говорят голландские купцы, ваше величество, пошел нафиг. Он говорит, ребята, вы понимаете, что у меня есть католическая инквизиция? Говорит, а мы больше не католики. А мы против вас протестуем. Вот это протестантское... А мы теперь кальвинисты. Говорит, ребята, вы понимаете, что это война? Говорит, ну, понимаем. При всем глубоком уважении давайте повоюем. Вот мы сколько пушек можем купить. У нас деньги есть. Вот мы сейчас, значит, свистим, и к нам прибегут немецкие полки наемников, значит, шведские полки. И голландцам требовался, конечно, предводители. Они как бы объявили конкурс на короля. Кто будет нашим? Ну, потому что у всех есть король. Да, ну, как бы нужен. Но голландские купцы ставили условие. Что, значит, деньги просто так на войну мы не выдаем. Надо представить план. План компании. Значит, мы собираемся завоевать вот такую-то позицию. Вот этот остров, это будет стоить столько, там нам не надо столько пушек, ядер, столько надо солдат, матросов, им надо заплатить. Когда мы захватим этот остров, надо построить укрепления, значит, эти укрепления за один год содержать. Вот столько-то надо на второй год. В общем, на пятилетку представьте, пожалуйста, расчет. Сколько надо будет всего. А теперь представьте графу расходов там и доходов. Значит, а сколько мы получим торговых выгод от того, что захватим этот остров? А сколько мы получим? А что вообще с этого будет? А может быть, не надо захватывать? А может быть, ограничимся обороной вот здесь? Это как бы дешевле. В общем, ни один из королей Европы не согласился на такие условия. Ребята, а слава где? То есть, я хочу подраться. Как меня назовут там Генрихом Великим, Фридрихом Великим? Великим, потому что, или Грозным, еще лучше. И так Голландия стала республикой. Знаменитая. Значит, у них парламент состоялся. В Англии, в общем, начали копировать, потому что они рядом. Сам стандартам, они родственные народы, английские купцы, лондонские сити. И там примерно та же самая история. То есть, ваше величество, мы понимаем, что у вас должны быть представительские расходы, но когда вы как бы вы проигрываете войны, вы не защищаете наши коммерческие интересы. То есть, вот тут мы столкнулись с французами, нам французы не дают торговать французы. Вот здесь испанцы нас не пускают на рынок. Что надо сделать? Ну, пошлите туда парочку фрегатов. А вы говорите, что у вас нет денег на фрегаты. А нет денег, потому что вы вон какой себе отгрохали дворец. В конце концов, значит, кончилось чем? Что английский парламент, во главе с Оливером Кромвелем, напоминаю, такое великое имя, это человек, который пробыл президентом Английской республики. Часто спрашивают, Англия, старая, добрая Англия, королевская, монархия. Был период, когда Англия не имела короля, потому что королю отрубили голову, и там был президент. Его имя было Оливер Кромвель. Вот так. После этого Кромвеля тоже, значит, в свою очередь свергают там реставрации, в конце концов, значит, завершается все это компромиссом, который называется «Славная революция» 1688 года, когда договариваются, о чем? Король или королева к тому времени? Они будут править страной. Королева будет для красоты, она олицетворяет британскую монархию, править будет парламент, парламент будет избирать премьер-министра. Премьер-министр до тех пор, пока имеет достаточно голосов в парламенте, и премьер-министр отвечает уже за всю политику, за сбор налогов. Прямо скажем, это всего, наверное, процента 3 от всего населения имело право выбирать такой парламент. Потому что бедные люди не имели права, неграмотные женщины тем более, ну и так далее. Значит, если кто-то работает слугой или по найму, не имеет права голосовать. Откуда у нас уже массовое представительство? На самом деле, реально только в 20 веке. И с чем это связано? Война. Везде война. То есть, если войны становятся массовыми, то и... Значит, моя любимая другая история. В 1917 году, в ноябре 1917 года, большевики захватывают власть в Петрограде. В тот же день в Лондоне проходит совещание правительства. Это военный кабинет, не социалистический, а военный кабинет, который принимает решение о создании детских садиков. С чего бы это? А потому что 7 миллионов мужчин забрали на фронт. Кто-то должен стоять у станка и выпускать все эти патроны. Значит, кто-то должен прийти на заводы. Это женщины, и они, в общем, патриотичны. Они готовы, конечно, и они и зарабатывают тут неплохо вроде бы, и все. Но у женщин есть дети, и женщины будут поддерживать то правительство, которое проявляет заботу о детях. А забота о детях это, на самом деле, весьма умная вещь с точки зрения военных. Потому что, значит, если ребенок в два годика здоровый, если он в шесть лет научился читать, если он в десять лет начинает конструировать какие-нибудь самолетики, паровозики, в восемнадцать лет он, может быть, станет механиком в авиации. Или он станет артиллеристом. Есть прямая заинтересованность, причем современная армия предполагала, в отличие от средневековых, что люди должны быть грамотными. Не только потому, что они должны разбираться в письменных инструкциях. То есть, как использовать топографическую карту, как использовать компас, как наводить артиллерийское орудие. Они должны были еще и вдохновиться. Это наша французская история. Это наша немецкая. Вот отсюда знаменитая фраза. Во франко-прусской войне 1870 года победил немецкий учитель. Они давали образование всем. Первыми. Немцы поняли, что надо офицерам обязательно давать высшее образование. Скажем, то, что ты по наследству, ты какой-нибудь граф, поэтому твой папа командовал полком, твой дедушка командовал полком, этого недостаточно. Ты все равно должен идти учиться, причем в университет имени Гумбольта в Берлине. А солдаты, ну как бы всем мы, может быть, не даем высшее образование, но это очень здорово, когда у солдат есть образование, а когда он отслужил, он возвращается в гражданскую жизнь и становится квалифицированным рабочим на заводе БМВ, Даймлер-Бенца, какого-нибудь, значит, ему дают пенсию, ему дают страховку от безработицы, почему? А чтобы он не уехал в Америку на заработки. Георгий Матвеевич, интересно же получается, с одной стороны, развитие капитализма предусматривает открытые границы, проторговлю у всех со всеми, но как сайд-эффект происходит развитие национализма на фоне этого. Уже и в древности, честно говоря, вспомните, где мы начинали, вы правильно совершенно говорили, что государство это где-то там наверху. до современности в аграрном обществе, грубо говоря, аграрное общество, что это представляло? Каждое утро миллионы людей в Китае, Вьетнаме, но также где-нибудь в Голландии и в России выходили в поле, потому что надо было прокормить семью, прокормить тем, что ты выращиваешь. И то, что у тебя останется после того, как приедет кто-то на коне, соберет у тебя налоги, от этих людей не зависело ничего, и они это знали. И так продолжалось, наверное, до времен, в России, до времен Сталина. Скажем, во многих странах, до совсем недавних времен, позавчера, буквально, потому что от этих людей ничего не зависело, они были бесправны, но вот когда они становятся и вооруженной массой, очень важно. и сейчас мы перейдем к этому, обязательно надо поговорить о том, как от наемников переходят к призыву, к призывникам. Значит, они становятся вооруженной массой, они становятся квалифицированными рабочими, они могут устроить революцию, потому что, посмотрите, революция в Англии, короля свергли, революция во Франции, тоже короля свергли. А были революции, которые не привели к успеху, но все равно, даже в той же Германии, все равно Рейхстаг у вас будет, и в него, в конце концов, тот же Бисмарк, 12 лет исключительный закон против социалистов работает у Бисмарка, а потом он разворачивается, типичный Бисмарк весь в этом, как политик, говорит, так, вас не получилось уничтожить, социалисты проклятые, везде они плодятся все равно. Хорошо, теперь вы легализованы и попытайтесь проходить в парламент. Давайте, пройдите в парламент. В какой-то момент, вот сейчас, собственно, правящая партия Федеративной Республики Германия, социал-демократы, Олаф Шольц, откуда, исторически восходят к этим самым социалистам, которых когда-то запрещал Бисмарк. Значит, формируется национальное государство, потому что, с одной стороны, надо что-то предложить этому населению, надо сказать, что вам есть за что платить налоги. Это ваше государство. В средние века этого не было. Кстати, очень часто такие ведутся бесполезные споры, а эта там царица, она была нашей национальной, а вот это была наша грузинская или армянская. Довольно бесполезно, потому что эти элиты тогда женились настолько далеко, как правило, от дома, потому что, если ты царевна, ты же не будешь за подчиненного выходить замуж. Надо выходить за какого-то иностранного королевича. Они были настолько перемешаны и очень часто, очень хороший вопрос, мы не знаем, действительно, на каких языках они говорили дома. Если посмотреть на каких-нибудь средневековых князей Руси, которые там мама-половчанка, папа из викингов каких-нибудь, значит, плюс его в детстве учил константинопольский там батюшка грек. Очень хороший вопрос вообще, значит, как они вообще с женами общались? Вот этот вопрос снимается примерно где-то в 17-18 веке, появляются национальные литературы. Вот это Шекспир, наш английский, а вот это Вольтер, наш французский, какой-нибудь, а вот это Гёте, наш немецкий, значит. У всех появляется какой-то национальный, вот это наш хачатурабовян, это наше всё. Это замена вот той власти царской, которая была. И церковной. Да. И вместо этого у нас есть идеология, идея и... А совместно, потому что там, где царская власть не смогла приспособиться, если она не смогла приспособиться, её не станет. Там, где она смогла приспособиться, смотрите, в Швеции, ну, я преподаю в Абу-Даби, и это монархия. Вот, и мои студентки иногда спрашивают, профессор Гитара, как с монархиями? Я говорю, ну, посмотрите, где выжили монархии, да? То есть, это Швеция, Дания, посмотрите, британская монархия, а где не выжили? Это Российская империя, вот, это Османская империя, как Турция стала республикой, вот, это Шахский Иран, как он развалился, вот, то есть, были монархии, которые не смогли встроиться, очень много, большинство, кстати, вот, не смогли, так что, мы сейчас немножко оставим в стороне, но, скажем так, в современном обществе в силу экономической важности населения и военной, о нем приходится заботиться, и поэтому что-то надо предлагать людям, которые идут служить в армию, их столько, что бюджет уже не может этого покрыть, традиционно воевали, ну, скажем, были исключения в истории была Римская Республика, когда-то, обратите внимание, она потом стала Римской Империей, где легионерам начали платить, начиная где-то с Гая и Юлия Цезаря, в чем сила была Гая и Юлия Цезаря, и почему постоянные завоевательские походы, награбить-то надо, это самый легкий способ заплатить, так вот, опять же, была когда-то афинская демократия, ну, она где-то сто лет просуществовала, и потом у них начинаются Пелопонесские войны, уводят их всех из Греции, всю эту голыдьбу, завоевали Восток, походу Александра Македонского до Египта и до Таджикистана, там, до Афганистана и дошли, везде греков этих, значит, расселили, заплатили, вопрос на каких-то эллинизм на 200 с лишним лет решили, а демократии тоже не стало, в результате у нас эллинистические монархии везде возникают, все эти селивкиды, ну, опять же, Тигран Великий, да, откуда все эти берутся, метридаты. В Европе на самом деле это впервые происходит, ну, скажу так, парадоксально, не в Европе, а в Америке, на Западе. На днях и так давно меня попросило, очень многим меня просят что-то рассказать, где-то, как будто в Ереване, соглашаемся, и вот организация под названием ВОМА, вы их знаете лучше меня, я их не знаю, вот, но, когда, значит, я увидел, очень интересно, потому что большинство молодежь такая образованная, очень много девушек, вот, девушки, знаете, с компьютерами, с образованием и с гранатометом, это, это серьезно, вот, на самом деле, и я сидел на них, значит, думал, о чем я вам буду рассказывать, я их спросил тогда, скажите, как вы думаете, чем вы отличаетесь от ЧВК Вагнер, ведь вас же наверняка обвинять в том, что, вот, вы частное военное предприятие, говорят, говорю, вы отличаетесь радикально, на самом деле, потому что ЧВК Вагнер, господина Пригожина, это модель абсолютистских монархий раннего нового времени, это там, ландскнехтам, всяким наемникам полагалось платить, и это, в общем, работало, потому что наемники приходили со своим оружием, со своими, там, целыми компаниями, кстати, когда вы видите итальянские какие-нибудь там произведения эпохи Ренессанса, статуя кондотьера такого-то, кондотьер, что означает, контрактник, буквально означает, его по контракту, он приходит со своей компанией, компания, переводится, кстати, на русский язык как рота в данном случае, он приходит сотню, там, или батальон, баталия, приводит батальон своих, они вооруженные, они хорошо обученные, у них жестокая дисциплина, предал товарища, там, могут кувалдой по голове, скажем, их хорошо оплачивают, они пьют, гуляют, а когда надо, они идут и умирают, они умирали, они не всегда убегали с поля боя, на самом деле, много у нас примеров, что в этом честь, военная честь, наемника, когда швейцарская пехота последней уходила с поля боя, это все вроде бы здорово, но очень много денег, вот отсюда, почему, всегда еще знаменитая фраза того же упоминавшегося сегодня министра финансов, приписывается министру финансов Франции Кольберу при Людовике XIV, говорит, ваше величество, для войны требуется три вещи в наши времена, первое, это деньги, второе, это деньги, и третье, это тоже деньги, короче говоря, а доблесть, отвага, а это покупается, значит, начинается демократизация в колониях Англии в Северной Америке, богатые колонии, напоминаю вам, Пенсильвания, Массачусетс, и вот в этих колониях, вспомните, из-за чего начинался сырбор во времена Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина, Джефферсона, no taxation without representation, мы не платим налоги без представительства в парламенте, то есть, тогда слово американ нет, American, было прилагательным, мы американские англичане, мы англичане, почему мы никого не избираем в парламент Англии, чем вообще хуже Филадельфия, чем город Бристоль, или там Новый Йорк, Нью-Йорк, чем Йорк, вот Йорк, граждане Йорка избирают, а мы не избираем, а деньги с нас берут, и казалось, это все очень логично и все очень просто, Бенджамин Франклин поехал на переговоры в Лондон, ну, как бы, утрясти это дело, это им казалось, самим они себя убедили, что это элементарный вопрос, примерно как армяне в 1988 году Мияцум с Карабахом, надо съездить Горбачеву, объяснить все элементарно, это же вот вам армянская автономная область, вот вам армянская советская социалистическая республика, мы же не за границу, мы же не в НАТО вступаем, казалось, все очень просто, Бенджамин Франклин был первым, кто в Лондоне понял, что вообще-то мы сепаратисты с точки зрения британского закона, вообще-то бежать, как можно скорее бежать домой в Филадельфию, и там он собирает своих отцов-основателей, как впоследствии их назвали американцы, и объясняет им, джентльмены, давайте держаться вместе, иначе нас перевешивают поодиночке, потому что нас перевешивают, вы не представляете, мы с точки зрения британского закона, а это 18-й век, это 1770-е годы, там вешали, если не четвертовали, лучший способ защититься, когда вас придут арестовывать, это иметь собственную армию, а собственная армия это деньги, хорошо, у нас есть, между нами есть военный, вот у нас есть Джордж Вашингтон, то есть вы понимаете, что Джордж Вашингтон воевать собирается со своей родной английской армией, в результате, хорошо, а кто будет воевать в этой армии, вот мы набираем фермеров, нам же надо что-то пообещать этим американским фермерам, они будут выходить по минутной готовности, поэтому их название было минутной готовности, вот за минуту, каждый берет свое ружье дома, ружье, конечно, охотничье, и воюют так, как умеют, из-за камня, из-за дерева будут стрелять, оказалось, что это очень эффективно, партизанская война, Джордж Вашингтон понимает, что, в общем, все становится очень серьезно, из вас надо делать настоящую армию, я вам ничего не могу пообещать, ребята, денег не будет, нет денег у нас, но, они ничего, мы придем со своим оружием, это здорово, вы приходите, пожалуйста, и свою еду приносите, одеяло тоже свои приносите, потому что у нас нет ничего, и тапочки, да, ну, сапоги, вот хотя бы, ребята, что мы вам можем пообещать, мы вас будем уважать, вы становитесь гражданами новой республики, там был огромный такой, ну, мой, мои соавторы, американские, мои друзья, Тимоти Эрл, происходит из старинной семьи квакеров, а квакеры, это жутко миролюбивая ветвь протестантизма, они пацифисты такие, они были металлурги из района Бостона, но, будучи вот такими пацифистами, один из предков Тимоти Эрла изготовил партию ружей, и какой-то очень замечательный, значит, пистолет лично для генерала Вашингтона привез и подарил, значит, генерал Вашингтон на него посмотрел, а Эрл, может быть, вы знаете, Эрл Грей, как чай, да, означает граф по-английски, он на него посмотрел и сказал, говорит, дорогой мой, вы оружейник республики, я выношу вам большую благодарность, больше, кроме чем благодарности, я ничего не могу сказать, но почему у Вас фамилия граф, и они ее стали писать специально с буквой И, которая не звучит на конце, чтобы не совсем было понятно, что слово граф, вот такая история одна, это история семьи одного из моих, а другой Уил Рино, тоже мой друг из французских дворян, то есть Рено когда-то произносилась фамилия, вот, тот просто пришел и сказал что я могу сделать, я могу воевать, у меня есть шпага, я могу командовать ротой, батальоном, скажите, вот куда, плата, ну, плата будет очень нескоро, вы, наверное, слышали, город Рино в штате Невада, вот это их ранчо семейное, вот плата была такая, вот когда-нибудь там, ну, конечно, у индейцев вот эти земли, и вот будет там город Рино, это ваше семейное поместье, если хотите, так вот, Джордж Вашингтон стал президентом, а не королем, вот об этом надо задуматься, я всегда призываю, задумайтесь о том, что, как бы, слишком очевидно, почему, что такое президент, почему он стал президентом, он пообещал своим солдатам, что вы все станете гражданами, и у вас будет право выбирать своего руководителя, не каждый день, потому что, иначе будет у нас хаос, но, например, раз в четыре года, ну, я не буду навсегда вашим королем или императором, потому что, ну, я хочу уйти на пенсию, вы все уйдете, мы все вернемся на гражданскую жизнь, вы все станете фермерами, пивоварами, как Самойль Адамс, вы все станете печатниками, или тем, кем вы были раньше, вы вернетесь в гражданской жизни, это вот и есть истоки демократии, потому что вы получаете, как бы, государство в данном случае является, ну, такой, как бы, акционерным обществом, и вы в него входите, вы миноритарные держатели, но у вас много разных, вы создаете партию, и вот вы вместе договариваетесь, как вы проголосуете, там, за Вашингтона или за Джефферсона, и вы проголосуете и получите того, кто будет отвечать перед вами, ваш представитель в Конгрессе, ваш президент, вот так формировалась демократия, поэтому ВОМА, это не то, что, я не знаю, значит, что с ними будет, я не говорю про эту конкретную ВОМА, но это типологически совсем не то, что для человека. эта модель, она есть в Армении, не только ВОМА. Это, вот то, что мы видим, это гражданская самоорганизация, и таких самоорганизаций может быть, конечно, много и разных, давайте учить детей, давайте соберем мусор, это очень тоже важные гражданские инициативы, но, понимаете, все-таки там, слава богу, не идет речь о жизни и смерти, а тут идет, и это, в общем, то, из чего рождались западные демократии, вот отсюда, давайте, завершим это, подведем такой итог, что государство формировалось как аппарат чиновников при царе, которые собирают налоги, которые смотрят, сколько у него воинов, которые там при султане каком-нибудь, падишахе, императоре, и постепенно государственную власть распространяли на общество, завоевывая ее часть общества, те государства, те империи, которые не смогли отдать вовремя власть, Османская империя, потеряли ее вообще, они не стали национальными, они развалились, Голландия, это было смешно, это же почти анекдот, вот Голландия не смогла найти себе короля, никто не согласился, на таких условиях кто же пойдет быть вашим королем, и в результате Голландия стала господствующей торговой державой мира, Соединенные Штаты начинали почти с анекдотического случая, сепаратисты, которые сами не поняли, что они сепаратисты, а закончилась какой демократией, а немецкая, вот это же почти анекдотическая история про то, как немецкую дисциплину, создали нефельдфебели, учителя, учителя, которые говорят, это ваш Гёте, это ваш Шиллер, это наша немецкая история, наш немецкий язык, это математика, вот немец должен знать математику, мы должны знать инженерное дело, вот у нас Ордунг, БМВ, ну и отсюда Вермахт, вот так формировались современные эффективные государства, сегодня они находятся ну в некотором кризисе, потому что долго, слава Богу, долго не воевали, вот, потому что ну богатые довольно здорово отделились от, не бедных, скажем, но от среднего класса, поскольку просто-напросто демография изменилась, представляете, еще в середине 20 века, в 1940-е годы, подавляющее большинство населения и Германии, тем более Советского Союза, была молодежь, а теперь же кругом пенсионеры, и пенсионеры теперь живут по 30 лет после выхода на пенсию, это мы можем обсудить когда-нибудь это отдельно, но вот посмотрите, война в Украине вдруг вернула очень многое из того, о чем я вам только что говорил, и вот эту территориальную оборону, и патриотический значит этот порыв, и мы запускаем беспилотники, и я ничего не могу вам пообещать, кроме там крови, пота и слез, но вот Европа, скидывайтесь, пожалуйста, потому что иначе будет вот плохо, в России, в общем-то, что-то аналогичное пытаются создать снизу, но там проблемы с государственным своим аппаратом, государственный аппарат, как я вам описывал, оказался слишком экстрактивным, туда люди шли, ну, в общем, за деньгами и виллами во Франции, поэтому в ближайшие годы, я думаю, что мы только что пережили период дедемократизации во многих странах мира, потому что простое население, оно перестало иметь особое значение, особенно, когда у вас есть нефть, или какого-либо такие ресурсы, которые можно продать на мировой рынок, а зачем связываться тогда с этим населением, какие налоги вы с этой голодьбы, которая вот там такси водит, полубезработные, просто не давайте им денег, которые там от нефти, или... Кстати, есть прогнозы, что вот частные военные организации, они вернутся повсеместно, то есть будут какие-то богатые правители, которые просто будут нанимать даже не среди своих, а иностранных. Да, есть, многие об этом говорят, ну, надо смотреть, есть, опять же, бронежилет, это опасно для демократии. Да, для демократии много разных опасностей сейчас, значит так, никогда не надо воспринимать историю как необратимый процесс. Да. А когда бронежилеты только появились, начали говорить, смотрите, говорят, ну, это же доспехи, практически, да, то есть уже, скажем, 300-400 лет никто всерьез не использует нагрудник железный, и вдруг появился бронежилет, там бронники все эти. Да, начали возникать опять наемники, потому что многие военные функции стали очень сложными, с одной стороны, а с другой стороны, они не требуют большого количества людей. Когда у вас технологичная армия, и об этом шло столько раз, а потом глобализация, значит, потому что иначе капитал уйдет в офшоры, и посмотрите, что сейчас происходит. вдруг началась война, и вдруг, вот смотрите, Украина, опять же, и оказалось, что надо мобилизовать все-таки население. Оказалось, что все-таки сотни тысяч мужчин и, видимо, женщин понадобятся, и то, что у них есть технические навыки, это может быть даже здорово, и может быть, у них лучше технические навыки, чем у профессионалов, потому что, прямо скажем, кто шел в наемники более-менее простыми, значит, вагнеровцами, значит, не победители олимпиад по электронике или по дроном, а тут вот какие-нибудь, опять же, девушки с планшетами, которые вдруг приделывают какую-нибудь полуторакилограммовую бомбочку к какому-нибудь самодельному квадрокоптеру. Значит, мы, не знаю, и вдруг оказывается, что офшоры, ведь, очень просматриваются, очень много еще говорили про то, что высокотехнологичное государство, значит, все электронное, но ведь это же означает, что офшоры тоже просматриваются. Только, ну, ну, просто можно сделать вид, что мы не видим, потому что там очень важные люди, эти люди дают там деньги на избирательную кампанию президенту там или, но если дойдет до вопроса, значит, выбирать между теми, кто спрятался в офшоре и населением, которое, может быть, с оружием выйдет куда-то, наверное, офшор может проиграть. Ну, вот, и похоже, что начинает проигрывать во многих, то есть, 21 век предстоит продолжение этой борьбы. Еще раз скажу, что демократии, современной демократии от силы лет 250, ну, 200 даже, еще меньше. А в сравнении с государством, которое, помните, Саргон Великий, это где-то 23 век до нашей эры, ну, 4 с лишним тысячи лет это государство, из них идет примерно 250 лет последние 250 лет идут попытки демократизации. Идут в разные стороны, но, прямо скажем, напоминаю вам Голландию, напоминаю вам Америку, демократические страны, они просто, напросто могут часто выставить больше бойцов и лучше их обеспечить, чем авторитарные страны. Может быть, конечно, там, всегда бывает неразбериха в первые годы всяких революций, а посмотрите, что творилось, опять же, с той же французской революцией в первые годы после, якобинский террор, и все, надо эту историю изучать, чтобы понимать, не просто знать историю, история содержит уроки, а это как в шахматах, знаете, вот были проиграны вот такие-то партии, вот были сыграны вот так партии, вот так партии, такие ходы существовали, вот, и надо, в общем-то, понимать, что революционные мобилизационные армии, там, где им позволят состояться, это Куба, это Вьетнам, это Франция при Наполеоне Бонапарте, это Джордж Вашингтон и американские эти минетмены, да, в общем, это красная армия большевиков времен Троцкого, да, они едва победимы, они регулярно совершают какие-то невероятные достижения, вот эта голытьба, которая вдруг одолевает кого-то гораздо более организованного, технологичного, наемников, вот, каких-нибудь, так что, ну, я бы не списывал демократизацию, значит, это отдельно очень большая тема, но нам предстоит, несомненно, в 21 веке, и мы находимся сейчас посреди этой борьбы за демократизацию, потому что мы уже видели дедемократизацию в последние 20-30 лет, особенно в нашем районе мира после распада Советского Союза, и мы понимаем, что те государства, которые возникали вокруг правящих группировок, а иногда даже эти группировки сжимались до семьи, и до одного человека, как в Белоруссии, вот, там часто говорят, что это какие-то азиатские, центральная Азия, ну, просто поглядите на Белоруссию, поглядите на Украину до недавних времен, вот, где просто более-менее регулярно их свергали, или научились свергать, семья Ельцина, вот, или совершенно секретная семья Путина, о которой ничего нельзя знать, вот, эта модель ведет к деградации, в мировом плане ведет к деградации, она может просуществовать, она может обеспечить роскошную жизнь где-то поколения там или другое, это другая история, когда-нибудь могу рассказать, например, как исчезла с карты крупнейшее государство Европы некогда, Речпосполитая, вот, польская республика, а она, вот, от Балтики до Черного моря, она существовала 300 лет почти, а потом ее не стало, почему? Потому что, да, очень замечательная была польская кавалерия, вот, шляхта знаменитая, но против пушек, а пушки надо лить на заводах, а где в Польше заводы, вот, вот так, собственно, все это, и моя дисциплина, опять же, в отличие от нормативной философии, занималась не тем, как составить модель идеального государства, а тем, что происходило в истории, и вопрос, как ставил его Чарльз Стилли, почему? Почему национальное государство стало важным в какой-то момент? Чем оно остается? Остается ли важным? Поищите, мой, ныне уже покойный друг, Ричард Лахман, приезжал в Ереван несколько лет назад, была радость моя и честь его здесь принимать, и он произнес замечательную лекцию, которую, вот, даже не переводил, а пересказывал, чтобы люди поняли лучше в Институте антропологии и археологии Армянской академии наук, в Ютубе это выложено, Ричард Лахман о национальном государстве, вот он наш классик, последняя его работа, между прочим, называлась «Пассажиры первого класса на тунущем корабле». Да, на тунущем корабле. Переведена тоже на русский. Это про элиты. Вот элиты, которые ушли в офшоры и не понимают, что если корабль тонет, то первый класс тоже пойдет ко дну. Вот, и куда денется первый класс? Наше время подходит к концу, но маленький вопрос. Национальные государства, они исчезнут со временем? Потому что существует такой дискусс тоже, что глобализация, транснациональные компании, новые технологии и как бы даже идеям национализма. И сетевое. Все сетевое. Да, все сетевое. И идеям национализма вообще некуда податься и исчезнуть. Как вы думаете? Знаете, национализм это не идеология, это можно про это отдельную лекцию, потому что там не хватает на идеологию. Но тут очень мощное чувство. Эрнст Гелнер, такой бы выдающийся, специалист по национализму, книга наций и национализма. Да, да, да. Гелнер. А Гелнер признал, он родом из Чехии, из Чехословакии, еврей чешский, но чешскоязычный, который из Чехии бежал с начала германской оккупации и служил в специальных войсках Великобритании, воевал против фашизма. Он говорил, знаете, я очень хорошо понимаю, как ученый, как устроен национализм. Говорит, но я ничего не могу с собой поделать, когда я простую чешскую народную песню слышу. Говорит, у меня слезы на глазах. Но он отлично ложится на нашу биологию, национализм. На нашу социальную организацию, потому что хумо сапиенс все-таки групповое животное. Опять же, один из моих великих учителей Бенедикт Андерсон, с которым мы все время припирались в Харнельском университете, когда я был. Бенедикт Андерсон, да. Бенедикт, значит, он всегда подшучивал, говорит, ну да, только моя теория не касается армян. Но потому что вы древнейшая, значит. Ну да. Ну просто тут действительно нация совпала с религией. Бенедикт-то себя считал ирландцем. И обратите внимание, значит, чего стоила независимость Ирландии. А ирландцы, это на самом деле очень близкий вид национализма к армянскому. Он просто с другой стороны распавшейся некогда Римской империи. Это я повторял уже достаточно много раз. И я считаю, что, ну скажем так, национализм, это доступно, к сожалению, далеко не всем. Не все страны мира могут быть одинаково националистичными. Потому что у кого-то национализм как бы не очень состоялся, вокруг чего. Я не буду национализм. Есть довольно много примеров. Когда люди не очень испытывают к своему государству и к своей стране чувство собственности. такое. Но национализм, в принципе, он же об этом. Это наше. Это достояние нации. Значит, нам должно быть больно и стыдно. Значит, что же это такое? Вот государство доходит до этого. И нам должно быть до всего дела. Поэтому у Армении довольно серьезное преимущество здесь, которое армяне не замечают. Ну, вчера, скажем, я был на балете около Тумо. И со мной были наши гости из России. Вот. Они-то сразу отмечали. Говорят, слушайте, сколько детей. И, ну, детям, честно скажем, не всем маленьким детям балет был-то настолько интересен. И многие из них очень трудно сопротивляться соблазну. У Тумо есть эти бетоном обшитые очень красивые поверхности. По которому так очень на заднице здорово лихо съехать. И парочка детей врезалась нам в спину. Они встали и страшно извинились. По-русски. Ой, извините, значит, мои эти гости очень удивились. Говорят, слушай, как они себя ведут хорошо. Вот здесь. Как у вас полиция себя вообще? Ну, значит, из разных стран. Армяне не замечают, как правило, своих преимуществ, потому что, ну, это как бы дано как воздух, слава богу. Но надо замечать, надо научиться замечать и другие вещи, что когда открываешь новости, и я понимаю, значит, куда съездил Никол Пашинян, какие переговоры, это все травматично. Но, по-моему, гораздо более травматично это когда, гораздо более страшные новости, когда 11-летнюю девочку убило электрическим током на детской площадке. Вы видели это? Да, да, да. Вчера. Кто должен за это нести ответственность? В общем, на самом деле, государство. А когда отец везет, там сколько, пять детей в машине, и они разбились, отец убит, два ребенка сейчас. Это жутчайшая трагедия, сколько времени уйдет, когда это зарубцуется. Ну, кто-то должен нести ответственность за то, чтобы люди ездили по правилам, за то, чтобы дороги поддерживались, и это только государство. А государство не очень богатое, честно скажем. И оно никогда не будет очень богатым, потому что оно маленькое, оно далеко. Смиритесь с этим, живите с этим. Нет, не смиритесь с этим. Это означает, что если у вас есть маленькая жилплощадь, это совсем не означает, что вы не должны там делать ремонт. Ну да. Значит, надо делать, и вот в чем разница хорошего национального государства, о чем говорил Ричард Лахман. Ну, многие мы знаем. Может быть, нельзя сильно подвинуть государство в мировой иерархии, кто будет сильнее или кто будет богаче, но вот можно по-разному распределить внутри общества, вот его блага. И те общества более здоровые, в которых есть больше солидарности, есть понимание того, что мы здесь вместе, мы держимся за клочок земли, вот какой-то, значит, и вот эта земля должна быть чистой, она должна быть обороняемой, она должна быть безопасной для детей и для взрослых, она должна быть интересной, у нее есть замечательная история, которую надо показать. Нет, здесь как раз-таки национализм это как специя, слишком много, пересолил, невозможно, выкидывать придется, но не досолил, испортится, вот, невкусно будет, так что я не думаю, что государство исчезает, вот, национальное просто напросто потому, что, прямо скажем, даже не очень сильное государство сильнее корпорации или олигарха, вот, мы это видели уже много раз, когда захотят предпринять действия против олигарха, они предпринимаются, просто огромные, эти разговоры о том, уберите государство, частные компании все сделают, это, ну, значит, так, надо понимать, что частные там или сетевые какие-нибудь организации, без государства ничего нести, они имеют свой интерес, да, ну, да, я, конечно, всегда обожаю там лозунги всяких, ну, как та же самая General Electric, мы существуем, чтобы служить нашим клиентам, ага, значит, а ежегодный финансовый отчет вы не публикуете, да, а как бы, а сколько вы платите своим менеджерам, вот, и так далее, надо вот это понимать, насчет сетей и всяких разговоров про фейсбучные, там, мобилизации, по-моему, это уже уходит достаточно в прошлое, но там проблема вот какая, очень простая, без личного общения, вот, если бы мы с вами говорили через Zoom, не возникает такого эмоционального контакта, обусловленности, один очень простой пример, не скажу, когда, в Ереване, значит, ну, я делаю постоянно ремонт, замечательный строитель, вот, у меня дома, Георгий Чанг, говорит, я ухожу, сегодня работать не будем, я говорю, ну, понимаю, что кто-то заболел, нет, мы в воскресенье отработаем, говорит, тут, в общем, протесты идут сейчас, говорит, все те, кого я уважаю, уже там, говорит, если меня там не будет, вот, я говорю, это очень хорошее социологическое объяснение, так же происходит, кстати, с гражданскими мобилизациями на войну, да на все, что угодно, собирать мусор в ущелье, все те, кого я уважаю, а почему-то, это вопрос уже к психологам, в Фейсбуке уважение взаимное почему-то не процветает, оно процветает, когда вы, вот, вы лично, когда вы, вы посмотрели в глаза друг к другу, ну, даже на дороге, вообще, когда люди, водители посмотрели друг к другу, если удалось бы в какой-то момент пешеходу, скажем, посмотреть в глаза водителю, поведение меняется, да, вот, потому что мы социальные животные, да, это конечно, вот, это конечно так, и все это надо понимать для того, чтобы можно было направить эту энергию в позитивное русло. Понятно. Вот социальная наука о чем. Спасибо огромное. Я нашим радиослушателям напоминаю, что у нас в гостях был исторический социолог, профессор университета, Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, Георгий Дерлугян. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.